Привет, друзья! С вами Интересная Инфо. Конфликт между миллиардером Олегом Тиньковым и блогерами Немагия активно обсуждают в соцсетях. Чем так разозлили банкиры эти ребята? Какие требования предъявил к ним Тиньков? И что еще известно об этой громкой истории? Разбираемся в рубрике «Вопрос-ответ». Алексей Псковитин и Михаил Печерский – известные в Кемерово блогеры. Свой канал Немагия они начали вести в августе 2013 года. За это время они успели сделать много обзоров по разным темам. 8 августа на YouTube блогеры разместили новое видео. Этот ролик посвящен Тиньков-банку и его владельцу Олегу Тинькову. В нем блогеры обвинили Тинькова во лжи, отвратительном отношении к клиентам и сотрудникам. Также парни утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману. В сюжетной линии ролика стал рассказ о том, как Тиньков-банк, специализирующийся на малых кредитах до 30 тысяч рублей, незаконно зарабатывает миллионы на россиянах. Проценты по кредитной карте составляют от 30 до 50% годовых. Причем процент начисляется не на потраченную сумму, а на максимальный лимит, рассказывают парни из Кемерева в своем видео. По их словам, такая практика является нормой для этого банка. При этом Тиньков активно продвигает свои услуги. В первой половине 2016 года он стал самым рекламируемым брендом на отечественном телевидении. В одном из своих интервью Олег Тиньков сообщил, что тратит на рекламу порядка 4 миллиардов рублей. Только сейчас вместо телевидения миллиардер стал предпочитать обращаться к блогерам, которые, по мнению Тинькова, за деньги сделают все, что угодно. Все блогеры, они продажные, это очевидно, только сказки рассказывают. Все блогеры за бабки маму родную продадут. А реклама у них дешевле и эффективнее. Всего в отношении Алексея Псковитина и Михаила Печерского заведено три дела. Одно из них – поиску банка в арбитражном суде, второе – поиску в Центральном районном суде города Кемерово, третье – по заявлениям в МВД. Представитель Тинькова подтвердил, что всего было заведено три дела. О том, что Олег Тиньков написал заявление в полицию, он сообщил лично 14 сентября у себя на странице в Facebook. По его мнению, в ролике много клеветы. Например, блогеры обвиняют Тинькова в том, что он давал взятки, и в том, что он не платит зарплаты своим сотрудникам. Тиньков написал заявление по месту жительства и работы, то есть в Москве. Друзья, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Мы рады каждому из вас. Спасибо! Тиньков и банк готовы отозвать все иски, если блогеры извинятся перед банкиром и его семьей, а также требуют удалить ролики в сети интернет и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Позже представитель Тинькова отметил, что бизнесмен предлагал заключить мировое соглашение, если бы блогеры согласились выложить видеоролик с извинениями на том же видеохостинге YouTube. Однако, по его словам, реакция от них до сих пор не поступила. 5 сентября Роскомнадзор сообщил, что заблокируют доступ к ролику «Немагия» по решению Кемеровского районного суда. Интернет-адрес ролика должны были внести в реестр запрещенных сайтов, после чего соответствующие уведомления поступят в компанию Google, которой принадлежит YouTube. Но ролик до сих пор доступен для просмотра. На квартире Алексея Псковитина прошли обыски. Неизвестные гости разворотили дверь, отключили электричество, при этом заявив, что блогер проходит свидетелем по делу. Позже выяснилось, что опергруппа по делу «Немагия» прибыла специально из Москвы. Позже обыски прошли и у второго блогера. При этом, как сообщили сами парни, у них были изъяты компьютеры, жесткие диски, телефоны и камеры. 18 сентября в Центральном районном суде города Кемерово состоялось первое заседание по делу о конфликте блогеров и Олега Тинькова. Но ни один из фигурантов в суд не явился, их интересы представляли адвокаты. А 19 сентября Алексей Псковитин прилетел в Москву, куда его вызвали для дачи свидетельских показаний по делу о клевете в адрес банкира. В Домодедово блогера встречали около сотни фанатов, которые приехали поддержать парня и не допустить никаких эксцессов по дороге. Кстати, армия поклонников «Немагия» за месяц значительно выросла. На данный момент на канал подписались более полутора миллиона человек, а видео про миллиардера набрало уже более 7,5 миллионов просмотров, более 37,5 тысяч комментариев и великое множество репостов. За счету ребят высказались многие известные блогеры, в том числе и Юрий Хованский. Он выпустил два ролика, в одном из них высказался в поддержку «Немагия» после выхода ролика о Тиньков банке, во втором выразил свое мнение о банкире после обысков у блогеров. Но после того, как у него в квартире выбили дверь, ролик исчез с его страницы по требованию бизнесмена. «В общем, по рекомендации адвокатов мне пришлось удалить ролики о Тинькове. Остаюсь при своем мнении, но более не могу выражать его публично», – написал блогер на своей странице в соцсети ВКонтакте. По данным в Роспотребнадзор и Роструд от клиентов банка «Тиньков Банк» постоянно поступают жалобы. При этом все попытки привлечь руководство банка к ответственности не увенчались успехом. Например, Челябинское и Омское отделения Роспотребнадзора требовали у банка не взимать комиссию за снятие наличных с кредитной карты. Сотрудники ведомства отметили, что брать 2,9% и снимать еще 290 рублей за каждое снятие денег – незаконно. В прошлом году банк незаконно поднял проценты по кредиту своему клиенту из Челябинска, сообщает издание со ссылкой на местное отделение Роспотребнадзора. Тогда мужчина перевел свой кредит в банк «Тинькова» из другой организации, после чего ставка поднялась с 33% до 45%. Суды разных регионов России неоднократно устанавливали, что банк включает в договоры незаконные положения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова